Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Следователи передали в суд уголовное дело, которое расследовалось в отношении иностранного студента, напавшего в марте этого года на 23-летнюю гомельчанку. Девушка сдавала парню квартиру, но тот в какой-то момент решил не платить ей аренду и спланировал нападение. Напомним, случилось это на улице Новополеска, и студент пригласил хозяйку квартиры навстречу. Они долго просидели в его автомобиле, ожидая деньги, которые якобы должен был принести знакомый квартиросъемщика. Но это был обман. Примерно через час парень набросился на женщину с ножом и нанес ей удар в область шеи. Спасая свою жизнь, та выскочила из автомобиля, но налетчик догнал ее и нанес более 20 ударов. Обвиняемый был регулярным клиентом казино. неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Расследование дела завершено и направлено в суд. Иностранный гражданин будет нести ответственность за кражу и покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В Течерском районе потеря управления автомобилем стоила жизни 32-летней женщине. Она находилась за рулем автомашины «Хонда Цивик» и около деревни Беляевка съехала в кювет и врезалась в дерево. В салоне машины помимо водителя находился 34-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Женщина скончалась на месте. В ГАИ сообщили, что она не имела права управления автомобилем. Ведется расследование. Следующее видео – пример того, чем может обернуться нетрезвое вождение. В Гомеле мужчина на своем кроссовере сбил светофор на привокзальной площади. ДТП запечатлила камера наружного видеонаблюдения. На перекрестке машина не вписалась в поворот, снесла светофор, выскочила на разделительную полосу и остановилась метров через 30. Водитель попытался убежать, но был задержан и передан сотрудникам ГАИ. Итог – несколько административных протоколов за нарушение ПДД и неповиновение законному требованию инспекторов. Курение – не только пагубная привычка, но еще и самая распространенная причина пожаров. В Гомеле из-за нее погиб пенсионер. Как предполагают спасатели, именно непогашенная сигарета могла поспособствовать возгоранию в доме на улице Горной. В результате сильного задымления там погиб 67-летний мужчина. Проживал он один и характеризовался с хорошей стороны. На профилактических видах учета не состоял. К слову, за минувшие сутки в Гомельской области произошли три пожара. В Октябрьском районе, например, горел автомобиль. Спасатели довольно оперативно прибыли на место происшествия и успели потушить авто, не допустив открытого горения. Пожарные вскрыли капот и ликвидировали пламя в моторном отсеке. Автомобиль «Опели Синтра» 1997 года выпуска еще можно будет восстановить. На сегодня все. Я, Александр Гомоля, благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok